Привет, друзья! Держим на контроле самые важные события, которые происходят в Украине и мире. Безусловно, одной из самых важных остается продовольственный кризис. Вы смотрите новый выпуск «Ты в теме», не забудьте подписаться. Reuters выпустили статью, в которой идет речь о том, что топливный кризис и другие проблемы военного времени загнали украинских фермеров в патовое положение. Расширение зоны боевых действий, где расположены самые плодородные южные и восточные страны. Нарушение транспортной логистики буквально по всем цепочкам, от заблокированных портов до складов и возможностей у залезницы перевозить грузы. Ну и самая большая проблема – это наличие дизеля. До войны на весенние полевые работы в среднем тратилось около 10% всего потребления дистоплива в стране. При этом более половины топлива поставлялось из России и Беларуси. Теперь эти источники доставки перекрыты. Параллельно в стране уничтожены все крупные базы хранения топлива, включая Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Дизель завозят по весьма сложным схемам из Румынии и Польши, но эти поставки не покрывают даже треть потребностей фермеров. Да и в большей степени приоритет отдается вооруженным силам Украины. В некоторых случаях фермеры были вынуждены выезжать на пассивную в касках и бронежилетах, хотя понятное дело, что вряд ли в этом случае это поможет. Самый оптимистичный прогноз – это уменьшение пассивных площадей на 30% в сравнении с 2021 годом. И то – это оптимистичный прогноз. И если Украина сможет как минимум сохранить линию фронта на данных позициях, а иначе засеянные поля могут оказаться под контролем России. Если украинские фермеры не получат вовремя дистоплива для внесения удобрения, то урожайность тоже снизится. Некоторые фермеры не высаживали уже кукурузу и гречку, чтобы уменьшать затраты, заменяя на подсолнечник, ячмень и сою. По ситуации с гречкой в Украине, кстати, прямо показательная история, что в результате нас ожидает. Один из самых ходовых продуктов в стране гречка стал пропадать с прилавков, а то, что продается просто по каким-то космическим ценам. Разброс зависимости от качества от 64 до 110 гривен за упаковку в 900 грамм. До войны более 50% рынка занимала привозная гречка из России. По понятным причинам этот рынок для нас теперь закрыт. Но это только один фактор подорожания крупы. В южных и восточных областях страны, в первую очередь в Херсонской, Запорожской, Харьковской областях и на Донбассе, Пасиная, как я уже и говорила, фактически сорвана. И гречку нерентабельно сейчас высаживают. Уже осенью этот продукт может превратиться в элитный для украинских семей. Ну и, конечно же, вопрос по пшеницам. В этом году Украина, скорее всего, соберет на 40% меньше пшеницы, чем в прошлом. А это еще больше усугубит международный продовольственный кризис. И, понимая это, уже совсем по-другому смотришь на комментарии от ЕС. Так, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Джозеф Боррель сообщил, что хранилища Украины забиты, а Евросоюз готов помочь Украине их опустошить для того, чтобы освободить место для нового урожая. Мы должны помогать Украине продолжать производить и экспортировать зерно и пшеницу. Хранилища Украины сейчас забиты. Их необходимо опустошить, чтобы получить место для нового урожая. Мы работаем над тем, чтобы вывести это зерно. Но проблема в том, что там все заминировано. Как мило не находите, а будет чем заполнять эти самые хранилища, вообще возникает вопрос. Недаром же Совет ЕС на год отменился пошлины и квоты на украинские товары. Поддержка она такая. Глава МИД Китая Ван И туда же во время разговора со своей коллегой из Германии Анналеной Бербок заявил, что для преодоления мирового продовольственного кризиса необходимо создать зеленый коридор для транспортировок зерна из Украины. Правда, необходимым условием такого коридора, по мнению китайской стороны, конечно же является полное завершение боевых действий между Россией и Украиной и установление прочного мира. Украинская же сторона заявляет о силовой разблокировке южных портов, для чего требуют поставки противокорабельных ракет и новейших систем ПВО. Согласно одному из планов, озвученному в СМИ, Украина намерена выбить карнизон ВС РФ на острове Змеины, а затем морским путем доставлять зерно в румынские территориальные воды. А уже оттуда военные конвои стран НАТО смогут его сопровождать через международные воды до турецких проливов. Но нужно отметить, что официально о таких намерениях украинская сторона пока не заявляла. Как ни странно, наши близкие, так сказать, друзья, не поддерживают похожих инициатив с украинской стороны. Несмотря на утверждение The Times о том, что Великобритания рассматривает план отправки военных кораблей в Черное море для разблокировки портов и сопровождения судов, экспортирующих украинское зерно, представитель правительства Великобритании такую информацию опровергает, склоняясь к дипломатическим решениям. Мы продолжим интенсивно работать с международными партнерами, чтобы найти способ для возобновления экспорта зерна из Украины. Но в настоящее время у нас нет планов по размещению британских военных кораблей в Черном море. Ну, естественно. Зеленский в Давосе призвал международное сообщество помочь Украине разблокировать порты во избежание мирового продовольственного кризиса и намекнул, что некоторые из тех, кто кричит о поддержке Украине, покупают ворованное у нашей страны России зерно. Вы должны знать, что зерно частично ежедневно воруют российские военные, а затем вывозят кораблями в те или иные страны. Надо очень быстро реагировать. Мы на уровне Министерства иностранных дел работаем с посольствами таких стран, потому что если ты понимаешь, откуда это зерно, откуда его везет Российская Федерация, как ты можешь покупать его нелегитимно, только потому что его тебе продают почти даром. В том числе Зеленский на форуме предложил создать некую организацию, которая предотвращала бы возникновение голода в мире. Это такая совокупность экспортеров продовольствия. Любое реагирование на массовый голод является запоздалым уже по определению. Голод следует останавливать только превентивно, когда он еще не начался. Но сейчас у мира нет такого инструмента. Мы предлагаем создать организацию ответственных и демократических государств, экспортеров продовольствия, которые могут действовать с уважением к правам человека и глобальным правилам торговли. Имеется в виду, что якобы должна быть страховка от голода, что бы ни произошло, и Украина готова предоставить площадку для действия такой новой организации. Хорошая инициатива, но вряд ли это произойдет, и уж точно такая организация не воспользуется украинской площадкой. Особенно сейчас. Если посчитать убытки Украины на данный момент, то в офисе президента их оценивают уже в 1 трлн долларов. И эта война еще не окончена. На восстановление страны власть искренне надеется получить помощь от Запада и в частности арестованный 350 млрд долларов активов Центробанка Российской Федерации. Еще приблизительно 150 млрд долларов Украина намерена получить от ареста активов российских олигархов и политиков за рубежом в виде недвижимости, яхт, счетов и антиквариата. Причем говорится, что эта сумма может еще и увеличиваться. Желание это, конечно, хорошее, но это может задеть репутацию Запада, и они вряд ли на такое пойдут. Первое. Для того, чтобы получить репарации, для начала сама страна должна быть повержена, а ее власти признать вину. Именно так происходило после Первой и Второй мировых войн, а также опять было с Югославией, Сербией и Ираком. Но никакие репарации те же США не платили за вторжение во Вьетнам, хотя и вынуждены были свернуть там свою военную миссию. Второе. После этого может быть пересмотрено свое отношение десятками режимов Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки в плане надежности и неприкосновенности активов, что может привести к революционному пересмотру мест для хранения этих самых активов. Это если мы говорим о Западе. Что же до самой России, то если в военном плане она не будет повержена, может компенсировать свои потери территориальными приобретениями и за счет самой Украины. Уже сегодня идут сигналы, что Херсонская область и юг Запорожской будут включены РФ в свой состав. И вряд ли конфискация российских активов за рубежом будет мотивировать Кремль не пойти на этот шаг. Конфисковать больше, чем уже забрали у России, не получится. Зато она в любой момент инфраструктурное восстановление Украины за свой счет может обнулить новыми ракетными ударами. Поэтому вопрос восстановления Украины за счет арестованных на Западе активов РФ очень спорный, друзья. А готовы ли партнеры вкладываться, как уже дают гарантии, без преследования собственных интересов? Думаю, ответ тоже очевиден. Поэтому все больше слушая различные заявления, уже начинаешь более внимательно к ним относиться и делать выводы. Мы наблюдаем, держим вас в курсе. Берегите себя, друг друга, оставайтесь с нами, оставайтесь с теми. Увидимся!